За вот эти практически две недели после второго тура пока что, наверное, самым взвешенным и самым грамотным шагом Зеленского это было отношение к Пасхе. То есть он сам не ходил ни в один храм, чтобы не политизировать непосредственно никакую конфессию. С другой стороны, он потом провел встречи не только с Эпифанием Филаретом, но также и с Ануфрием. То есть он четко обознатил, что он не будет, как Порошенко, пытаться сделать государственную какую-либо из православных конфессий, что он не будет заниматься вмежательством государства в дела церковные, что он не будет продолжать административным способом, админресурсом создавать ПЦУ, укреплять ее. То есть он выбрал путь Кесаря. И мне кажется, что это точно является плюсом, потому что, может, вот такая равноудаленная позиция, она и придет к тому, что у нас будет выполняться 35-я статья Конституции о том, что у нас страна светская. И в этом контексте, как раз таки я считаю, что, наверное, это одно из самых завершенных действий, которое было принято за эти две недели. Продолжение следует... Продолжение следует...